Я не буду сегодня рассказывать о каких-то очень сложных моделях юбок. Смотрите, юбки. Вот такое прямое полотнище у вас. Никакого кроя нет, просто прямоугольник. Это длина юбки. А юбка сама по себе. Вот широкий пояс на тонкие талии идет, да, бочоночком. Сейчас много таких юбок. Вот таких вот, да. Тут складка, тут складка, тут складка. Сбоку складки какие-то, да, выкраивается из прямоугольника. Вот из такого прямоугольника. Смотрите, что надо делать. Вот у вас полоса перед вами опять. Это низ, это талия, да. Вы рассчитываете точно так же свои складки. Вот, допустим, здесь у вас по талии, ну, в данном случае у нас какая-то крупная юбка получилась. Сколько вот это вот может быть? Тридцать шесть пополам, восемнадцать, да. Значит, между каждым клинышком у нас девять. Значит, вот здесь девять. Если здесь девять, тут не знаю сколько. Потом нам нужно опять девять. А вот здесь половинка, естественно, да. Потом опять невидимая часть. Быстренько хочу показать. Смотрите, как отведение выглядит. Вот у таких юбок вы можете делать вот так. Нашли вот тут серединку. Вот так сделали, да. Вот так сделали. Потом нашли тут серединку. Вот так сделали. И вот так сделали. И девять сантиметров дальше. Ну, неважно, вот так сделать, да. Смотрите, невидимая, невидимая, невидимая часть, невидимая часть, да. И вы, вот эта невидимая часть превращается не в трапецию, как там было. Как вот здесь у нас было, да. Невидимая часть – это трапеция. А она превращается вот в такой треугольник. Ну, давайте прямо на этой юбке покажем, да. Вот такие треугольнички. То есть мы всю ширину вот так используем. Видите, здесь складок никаких нет. Очень интересные сегодня получаются вот такого плана юбки. То есть вместо трапеции у вас вот такая картинка. Дубль два. Так. Так. Теперь где тут у нас серединка? Вот у нас серединка. Вот так. И смотрите, что получается в нашем вот таком случае. Вот так. Тут уже бедра вы не рассчитываете. У вас получается, что талию вы подгоняете, да. А юбка приобретает форму, ну, вот такой вот прямо расклешенной, расклешенной вот такой вот истории, да. Вот такой. Так. Не нарисовала полосочку. Тороплюсь. Вот. Видите, что получилось? Вот такая вот очень широкая, динамичная. Вот сюда еще прошу такую вставляют, регелин широкий вставляют, чтобы в формоустойчивых каких-то тканях вот этот низ так колом стоял. А вот эти складки внутри делают не односторонними, а делают вот такими вот встречными складками. Вот так вот их закладывают друг в друге, да. Вот такими встречными складками. Смотрите. И у вас получается очень в стиле 50-х годов стильные вот такие вот юбочки. И совершенно из прямого полотнища. Вы только вот так вот нарисуйте. Так, это низ, да. Это низ, это талия. Нарисуйте, научитесь нарисовать вот такие вот вещи. Ну и здесь, чтобы было до конца уже корректно, я должна нарисовать еще вот так. Я должна нарисовать практически вот так. Вот так вот будет у вас выглядеть. Трансформируются вот эти вот юбки в складку. И будет тоже очень замечательно. Их можно делать длинными в пол. И вот это вверх чуть-чуть можно прострочить вот здесь, да. Вот так вот прострочить буквально на каком-то расстоянии. И опять же, когда вы их сметываете, например, вы их обязательно закрываете. Тут не надо их сметывать до самого конца. Но хотя бы до уровня бедер, да, вы вот эту часть все равно сметываете. Чтобы вы видели форму. Чтобы эти складочки у вас были вот так вот соединены, вот эти шовчики друг к другу, хотя бы до уровня бедер. Так вот сюда и раскладываете. Какие неожиданности вот здесь подстерегают? Здесь подстерегает вас то, что вот эта часть должна быть большая. Потому что когда вы выложите их, да, то есть вот эта часть, невидимая часть должна быть большая. Припуски. Ну насколько большая? Я бы вот это расстояние добавила в припуске в крое сантиметров минимум 6. Вот это бы добавила 6. Потому что когда вы юбочку вот так сложите, вы же видите, да, что она прыгает в серединку, а у нее опустится вниз. Вот так вот, например, сделаем. На одном примере посмотрим. Вот, смотрите, как она складывается. Складывается, да, это вот сюда. Это пошла встречная складочка ей вот сюда. Эти-то вот схватились, а серединка-то провалилась. Вот эта серединка провалилась, а вам-то надо, чтобы все вошло. Вам надо или вот это обрезать, а лучше вот здесь добавлять ткань, чтобы во время осноровки вы потом все это подрезали. Вот так вот будет у вас красиво все получаться. Ну, теперь, кажется, все рассказала, что хотела рассказать.